Итак, всем привет, с вами Добгейм, и мы продолжаем играть в Earthfire N4, Завосолнечную империю, в Мотоквестере. В прошлой серии мы, собственно говоря, починили все страны на нашем континенте, и теперь мы выдвигаемся на восток. Я здесь уже готовлю высадки, собственно говоря, перетяну сюда побольше авиации. Сейчас она вся здесь осталась на полях кристальной. Что это было? Кристальная страна? Кристальных пони. Сейчас мы перетянем сюда. Я вижу, здесь воюет какой-то флот, видимо, от этих двух стран. Ну и мы снимемся здесь. Возможно, чуть-чуть подождем, возможно, нет. И начнем завоевывать восточный континент. Так, у нас тут готовка Азус Белли, но случилось неприятное. И началась война скафовывала с Империей Грифонов, а параллельно еще и с Республикой Грифонов, а параллельно еще с этими странами. В общем-то, вряд ли это нам помешает, в том смысле, что мы все равно будем наступать. Но с тем, чтобы замериться, это вызовет некоторые проблемы. Наш флот, тем временем, сюда подъехал. Я сейчас его доремонтирую. Нужно его подразделить будет. И затем мы, собственно говоря, сделаем здесь морское преимущество и высадимся. Так, морское преимущество готово. Сюда я сразу заготовил. Собственно говоря, затем надо подменять приказы. Заготовил флот, они будут нам оказывать поддержку на море. А точнее авиацию. Флот тоже готов к популированию. Можно, в принципе, нападать. Разношу. Что мешает. Не хватает присутствия. Видимо, надо немножко потопить побольше кораблей. А вот и морская битва. На самом деле наш лот такой себе. Мы поэтому и несем потери. Но я думаю, стоит поделить еще вот так авиацию. И мы рейдами справимся, я думаю. Итак, мы тут заметно подсократили уже количество их кораблей. Они уже 2 раза меньше наших, хотя там еще есть большие корабли. Но тем не менее, вот большая битва с помощью поддержки нашей авиации. Мы наносим им урон, хотя наши корабли тоже теряем. Но вот мы наносили урон, потом авиация взяла и добила. И вот здесь вот тоже взяла и добила. Но говоря, на это и был наш расчет. Теперь мы можем провести выстку. Потому что там уже флота... Вот он, практически кончился. Собственно говоря, вот мы еще 2 линкора потопили. Еще 2 крейсера. И начинаем выстку. Кроме того, я думаю, стоит одному флоту поддержать морские вторжения. Вот выстка и происходит. 28 от превосходства. И 13 мы с чем снимаем за наш флот. У них там очень мало дивизий. У нас же много. Поэтому выстка удается без особых проблем. Теперь можно планировать выстку в сам Скайфол. А вот Аквелия захватила империю грифонов. Что-то отсюда выделило. Зачем-то. Республика грифонов все временем потихоньку воюет здесь. Наши выстки готовы. Единственное, я жду у нас достроится авиабаза. Чтобы полностью эффект нашей авиации здесь использовать. И затем мы уже начнем, собственно говоря, во вторжении. Берем атаки на порты. Флота там уже не осталась буквально. Так что мы готовы начать. Итак, все на позициях. И мы отправляем наши пехотные дивизии на выстку. Без особых проблем все проходит. У нас, во-первых, больше. Во-вторых, технологически мы чуть-чуть получше. И, в-третьих, у нас невероятное присутствование в авиации имеется. Давайте сразу поможем. объединить фронт. Ну, и без особых проблем мы здесь пробиваемся. Разграбление Skyfall, да. И вот Skyfall, как клавировал мы, выбираем себя территорию. У нас есть неплохой плацдарм здесь. И, раз уж Аквирия победила в войне уже, можно, в принципе, с ней и начать войну. Итак, наш Каз был готов. А, значит, мы начинаем войну. Собственно говоря, у нас здесь три армии. Одна танковая, которая пойдет на юг. И две пехотные, которые просто будут расширять фронт. У них есть поддержка в авиации. Я бы их немножко потренировал, потому что мог. Ну, я думаю, без особых проблем. Даже добровольца кто-то отправляет. Здесь у нас на море еще так же бои ведутся. Я, собственно говоря, сюда назначил наш флот. Наша авиация неплохо топит их. Ну, и мы вроде как отлично справляемся, по потерям все прекрасно. Вот мы взяли столицу Аквилу и уже продвигаемся на восток, потому что здесь тоже национальные территории. С проблемой ликвидируем всех войска. С поддержкой все-таки танков и авиации войны все становятся достаточно простыми. Потери у нас минимальные. У них уже очень резко увеличиваются. Словно говоря, у нас они пробить не могут. Их танки мы без проблем пробиваем. У нас космический прорыв и не просто нам не наносит особо урона. У меня, конечно же, авиация наносит огромное количество урона параллельно с нашими танками. Ну, финальная капитуляция подъехала. Захватываем страны. и теперь стоит обратить наш взгляд на колесо венгпардию, я полагаю. На севере подождем, пока грифоны сами консолидируют регион. Нам остается венгпардию, речная федерация. Ну и в принципе на этом континенте противников не останется. это страна потемит некоторую промышленность вряд ли может вообще представлять нам угрозу. Не успел я достроить авиабазы, как венгварди сама объявила нам войну. У нас здесь, как можете видеть, снабжения не хватает и неспостав вот такие показатели защиты. Господи, откуда все-таки так много командир дает, очень много опыта, очень много упрекленност местность. Ужас. Страшная дивизия. У нас показывают красная, но это только потому что у нас нет организации. Я сейчас буквально постараюсь в моменте авиацию сюда перебросить, потому что как вы можете видеть, только-только достроились авиабазы и мы в принципе я думаю без проблем перебернем атаку обратно. Так, авиации приказы отданы. В принципе сразу я думаю авиацию отправим в наступление. Что нам ждать чего-то. и нажимаем также атаку за нашими войсками. С поддержкой авиации ситуация совсем другая. Да и в принципе атака на их космическое даже на наступление. дебафы их не могут задушить. Здесь выставки произошли. ну здесь не выставка, здесь есть буквально переход, о котором я всегда забываю. Но я думаю мы сейчас ликвидируем. Это недоразумение. А вот они мы сюда подвели авиацию. С эти танки что, страшная защита. Кстати, по пробитию мы же должны пробивать их танков. Теория достаточно противотанковых орудий. Так ли это? Ну, они успеваем не повыливать с танками. Они просто бесконечно отступают. Вот они поймали. Да, без проблем мы их пробиваем. Значит, все у нас прекрасно. Тем временем здесь попытка высадки. Ну, здесь мы их пробиваем, но нас здесь неплохо окружили. Это из нехватки снабжения. очень большие с этим проблемы, но я думаю мы справимся. В общем-то мы перешли на наступление активное. Стоит перебросить нам авиацию чуть-чуть подальше. Но в целом проблем уже у нас не будет. Только здесь, конечно, без снабжения не хватает наших статов дивизии. То есть они просто нападают с минусами. получают урон организации и перестают нападать. Но здесь у нас все прекрасно, поэтому проблем не возникнет. Взяли мы их столицу, хотя нас туда сразу же смогли выбить, но мы туда сразу же и вернемся. Горе побежденным все-таки эта страна имеет некоторые отсылки на Рим. Да и в принципе как бы типа Италия. Все-таки здесь Беколине. вот и фразы из Римской. Ну и мы потихоньку подходим к капитуляции Вейбарди. Могли мы добить Вейбарди наконец-таки. Они пришли уже на всех под ружье. На самом деле достаточно долгая война была. Все-таки у них тоже была авиация но и территория обширная так что она чуть-чуть подзатянулась первоначального плана но все еще завершилась конечно же удачно так нам остается только республику и федерацию подчинить так это фанас сразу с Беллина Грифонов на республику изготовленного вас армия и мы переходим в наступление без особых проблем все происходит опять же у них авиации таковой нету а значит и мешать нам ничего не может заговор у них практически все национальные территории это ближайшие к нам там были захвачены так что они вот-вот падут буквально занять вот Black Spire я думаю они сдадутся может даже чуть-чуть раньше если мы здесь просто успеем побольше провинции захватить все-таки наши дивизии слишком платные уже более с авиацией и вот мы входим в Black Spire и они капитулируют осталась точнее лишь одна страна это личная федерация забавно что на Гринклиле кстати коммунисты собственно говоря ей мы сейчас и займемся федерацией а вот оказалось Белли готов следовательно мы можем начинать я так понимаю страна только одна здесь вроде зелено подсечены но это просто хорошие отношения они пытаются атаковать даже одновременно с нами но это все безрезультатно просто их закатываем параллельно еще с попыткой окружить но они просто отступают слишком быстро под натиском наших войск расшифровали их можем сразу применить ну и просто сейчас постепенно закатаем все войска речной федерации взяли мы уже озерград больше сейчас девизик можете видеть вот здесь они просто отступают и кучкуются из-за этого не могут разойтись нормально скоро они перейдут в регион где у нас нет поддержки авиации может чуть-чуть подвинуть нашу наши самолеты это выглядит забавно но пожалуй нет ну и вот-вот речная федерация пойдет после после еще нескольких неплохих окружений потеря уже оставляет полтора миллиона в резервах у них уже никого не осталось они видимо повысили призыв потихоньку мобилизируют это просто просто не успевают и я подозреваю ресурсом тоже нет ну вот собственно говоря речная федерация тоже пала мы присоединяем ее к нашей империи в целом технически здесь еще есть некоторые мелкие страны но допустим в лигу ужаса ждать пока она нападет это может занять лет 5 да и мелкие эти страны никакого сопротивления уже не смогут оказать самое большое что здесь есть вот это здесь конечно 75 заводов но дивизии здесь нету практически они просто просто с двухсторонных окружены у них возможно даже не будет дивизии на весь фронт сейчас нету допустим так что здесь уже нет против кого сражаться так что я думаю можно завершить кампанию так что с вами был Дабгай подписывайтесь на канал ставьте лайки все как обычно до скорых встреч пока